здравствуйте меня зовут любовь владимирова и я сегодня хочу сделать простые сережки обычные можно брать любые бусины которые у вас есть я решила взять хлопковый жемчуг серого цвета вот такого жемчуг беленький сами швензы взяла простые швензы вот такие со стразиками можно брать абсолютно любые хоть со стразиками хоть без вот такие материалы взяла шапочки обычные простые вот такие вот которые маленькие такие тоненькие шапочки без всяких элементов взяла гематит тонюсенький маленький 2 миллиметра он 2 на 1 прям крохотный такой мой любимый гематит это серебряный и немножко у него опыление об капельку взяла вот такие вот круглые бусины ну горный хрусталь простой но тоже можно брать любые материалы взяла квадратики квадратики простые гематитовые одни 6 миллиметров другие 4 миллиметра взяла еще вот такой вот тоже гематит просто чтобы было знаете так не однородно хотя можно делать ну по-разному просто просто кримпы понадобятся кримпы и тросик забыла тросик кусочек тросика небольшой ну там 15 сантиметров 10-15 сантиметров лучше когда хвостики чтобы удобно было держаться там смотрите кто как может но сантиметров 15 точно но так чтобы было просто удобно ну и все приступим ну что ж берем тросик и одеваем бусины бусины можно одевать в любом порядке какой вам нравится я беру жемчуг в этом жемчуге у меня очень маленькое отверстие что конечно не очень удобно так значит одеваем в любом порядке но я конечно выбрала для себя какая у меня будет какой у меня будет уже рисунок моей моей будущей сережечки да поэтому я вот так вот сейчас одеваю вот так мелкий совсем гематит потом чуть покрупнее еще мелкий так теперь я одеваю шапочку такую вот эту простую шапочку для того чтобы одеть на неё на эту шапочку горный хрусталь вот такую вот так вот теперь опять такую простую шапочку и гематит то есть я хочу чтобы у сережки были не совсем такие прям кругленькие кругленькие а такие вот как когда такие чтобы были так теперь опять одеваем маленькую бусинку вот так вот у нас да получается пока маленькую бусинку одели теперь одеваем опять гематит такой вот какой-то рифленый он такой непонятный и одеваем квадратики чуть-чуть помельче квадратик и потом немного побольше квадратик вот так вот и сюда одеваем хлопковый жемчуг и в обратном порядке также сама такой вот такой вот вот так вот наборчик то то есть нужно определить для себя рисунок будущей серьги и одевать в таком порядке вот так вот так вот получается у нас будет серединка теперь в обратном порядке то же самое одеваем бусинку и дальше мелкий гематит более крупный гематит и опять мелкий вот так теперь одеваем шапочку простую серебряную горный хрусталь опять шапочку и опять горный хрусталь ой шапочку так теперь мелкий гематит вот рисунок уже какой-то получается вырисовывается ну все здесь уже в общем то все так вот вообще можно продолжать и сережки и такие делать любовь ну побольше покрупнее например полу меня так возьмем другую бусину вот эту покругле немножечко вот получается наш набор бусин вот такой вот так вот выглядит можно чуть-чуть по чтобы были покрупнее сережки то есть набрать еще немного я хотела чтобы были такие средненькие можно сделать здесь вот так вот если мы закрепляем кримпами вот таким образом одеваем сюда можно чуть-чуть поменьше поменьше еще бусины одеть жемчуга или там ну что-то подобрать дам что у вас есть по бусинкам и закрепляя кримпы вот здесь вот вот так одевая сверху то будет сережечка вот так вот висеть и то есть она будет продолговато я я хочу чтобы была круглая серьга то есть вот так вот у меня будет вот так чтобы она была круглая и тоже можно покрупнее у меня будут серьги не сильно крупные крупные можно добавлять и делать чуть крупнее это красиво все теперь нам нужно одеть кримп просто одели кримп и сейчас мы что делаем мы мы значит нам нужно продеть в этот кримп зайти вот так вот с одной стороны вот так вот вот такая сережечка у меня будет не совсем большая такая средняя но вот можно делать как можно больше теперь нужно вот так сделали теперь нам нужно вот таким образом зайти с двух сторон как бы ну то есть вот так раз и в обратную сторону мы заходим и по-хорошему нужно зайти еще в бусину но у меня бусины они с маленьким отверстием у меня второй раз не проходит тросик вот значит я буду делать так я просто обрежу здесь то есть вот так вот вот так вот получилось вот так вот получается теперь нам желательно взять какой-то инструмент вот например я беру вот такой инструмент и вот так вот прям ставлю и чтобы затянуть с двух сторон вот так вот натягиваю чтобы петелька пол было да так не хочет так у меня здесь не хочет можно взять и чем-то себе помочь еще вот так видите он немножечко подтягивается ну в общем сейчас я без вас делаю в общем нужно это все потянуть как следует чтобы получилась у нас вот такая петелька сейчас я это сделаю и вернусь к вам у меня получилось вот такая петелька да вот таким образом можно зажать кримп вот этот по идее вот эти хвостики нужно бусины заправлять у меня не проходит мы зажимаем в кримпом и как бы я попробую сейчас если бы у нас все прошло хорошо в бусины то зажали бы кримп и все но так как у меня может быть будут торчать хвостики то я одену еще и укрывную бусину я сейчас посмотрю как это все будет у меня выглядеть вот зажала я то есть вот так получилось да сейчас на этом этапе мне нужно обрезать хвостики и наверное я одену все-таки укрывную бусину то есть еще раз я поджала сейчас я обрезаю хвостики так значит мы аккуратненько обрезаем эти все наши хвостики так вот прям аккуратно чтобы не обрезать ничего лишнего так сейчас я поближе к себе обрежу ладно потому что плохо видно значит вот так вот у меня получилось и я попробую все-таки одеть укрывную бусину но можно в принципе не одевать вот посмотрите вот я не не одела укрывную бусину да сейчас я одену и посмотрим так можно тоже оставить в общем то здесь не видно никаких если мы оденем я оставила здесь петельку чуть побольше специально для укрывной бусины вот так вот было бы да то есть мы бы одели нужно то есть для укрывной бусины я оставила так что имейте ввиду когда если вы не будете одевать укрывную бусину то можно петельку делать сразу меньше я попробую все-таки с укрывной бусиной сделать мне так кажется будет лучше вот так вот отдела прям укрывную бусину и сейчас я ее зажму здесь надеюсь у меня все нормально получится так сейчас я это все сделаю поближе нет не просто плохо видно так нет лучше поближе глазам сделаю вернусь к вам ну вот получилось очень даже хорошо смотрите с укрывной бусинкой получилось еще лучше можно было бы тогда петельку еще капельку поменьше сделать не обязательно такую но в общем то и так хорошо мы значит берем швензу одеваем в петельку так тоже неплохо нормально вообще даже нормально абсолютно так и теперь здесь так вот раз и зажимаем все поправляем зажимаем и все вот у нас готовая получилась сережечка вот таким образом по моему очень симпатичная мне очень просто нравится хлопковый жемчуг я хотела сделать колье а потом думаю так я сделаю сережки очень и хотела колье сделать именно тоже такой же набор именно жемчуг из серым хлопковым жемчугом и мне кажется это красиво ну вот такая вот ну можно петельку чуть меньше сделать и с укрывной бусинкой смотрится до более такое получше ну в общем то и так хорошо ну как мне кажется очень хорошо получилось так ну что ж я сейчас сделаю тогда вторую сережку и все и наши будет будет серьги готовы все я сделала серьги и вот так вот они у меня получились такие сережки конечно уже многие может и показывали и ничего особенного здесь такого нет но делаются просто но выглядят очень хорошо и кстати такие серьги делала из черного камушка там гранат ой гранат агат очень хорошо тоже смотрится черное просто такой круглешочек черные швензы и смотрится замечательно можно просто жемчуга можно с розового жемчуга можно с бежевого любого очень симпатичные я сделаю еще такие конечно такое же колье мне просто захотелось именно вот использовать серый вот этот вот хлопковый жемчуг и хочу именно с белым жемчугом смотрится здорово ну решила показать серьги и тоже добавлю хрустальный 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 вот этот вот как бы камушек смотрится просто хорошо он делает более воздушным ну что ж все хочу вас всех еще раз поздравить с нас с праздником с 8 марта конечно же счастья здоровья ну чтобы был мир чтоб все было хорошо всех нас у всех на земле чтобы все люди были счастливы чтоб все 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 было замечательно спасибо что заходите не забывайте всего доброго